прислали на заточку опасную бритву дома модель прима это новодельная бритва в таком немножечко потертым чехле уже потертый временем чехол футляр не чехол идет с такими поролоновыми вставками и сама бритва лежит в поролоне пока его отложим рукоятка сделана из бенового дерева такое она почти черная может быть немножко немножечко с коричневыми прожилками латунные домовские пины вот эти вот не очень аккуратненькие но принципе смотрится в целом интересно куда аккуратнее и лучше сделано чем ручки у вот этих дешевых модели до best quality которые 5 8 6 8 даже можно видеть как она так немножко зеркалит клинышек сделан я так понимаю из пластика просто белый пластик ну вот в этом плане по ручке вообще никаких косяков бритва ровно закрывается хорошо расклепана все классно и сама модель с такой позолотой на спинке позолоченный обушок с такой типа резьбой но это на самом деле не резьба просто нанесенная позолота носик позолоченный выборка у бритвы где-то наполовину классическая для до можно сказать размер тут где-то пять восьмых и можно видеть отвратительную обратную улыбку которая шла у бритвы завода я вот покажу если найду в интернете даже на официальных фотографиях этой модели от завода от интернет магазинов новые бритвы они все идут с такой вот обратной улыбкой то есть можно видеть висит носик немножечко и значительно провисает пятка при этом видна фаска то есть ее точили без изоленты видна фаска ну точили неправильно и гравировка silver steel prima то есть условно серебряная сталь модель под названием prima и она двухзаконная обычная гравировка долго выполнена лазером как они делают на всех последних своих бритвах тут у нас мы идем джермании вот и номер четыре с оборотной стороны ничего нет тут тоже по золото немножечко но на боку обуха есть ну это же выходит на носик получается тоже тут можно видеть с этой стороны вот кривизну вот эту что пятка сильно висит носик висит мой сама бритва сейчас я буду точить такая почти не звонкая может совсем немножечко ну скорее всего довольно жесткая будет посмотрим сама заготовка ну не знаю я бы не сказал что почти один в один как best quality но впечатление подобное составляет то есть ну такое не то не сё золотом бритья скорее всего будет немножко агрессивная посмотрим как заточу будет вторая часть видео бритва переточена готова буду сегодня отправлять убрал я обратную улыбку вот носик пяточка висели и это так подобрал геометрия конечно отвратительная с завода они ужасно идут кто их делал блин я не знаю раньше это считалось бы за брак если бы на заводе так сделали как сейчас в принципе сейчас переточил нормально скругление к носику к пяточке на пятки естественно и на носике пришлось побольше металла снять чтобы вывести улыбку но сейчас ровненько все хорошо по золото на месте все естественно все на месте точил защитой обуха чтобы все в порядке было покажу как проходят тесты и сегодня если успею или уже может быть завтра буду отправлять сейчас наводить рез у нее такой будет немножко агрессивно конечно с антикуарными не сравнить но вполне нормальная достойная бритва бритва бриться можно на каждый день ну вот так покажу на роспуск волосы тест тоже она его проходит сейчас только по длине я возьму сталь такая достаточно жесткая на них на этих новодельных 2 есть фокус видно волос отвалился сейчас тут все коротенькие коротенькие можно такому тоже коротеньким ровно сейчас нормально длинный волос найти и на нем показать есть фокус видно стружка по всей кромки еще можно волос толстая нормальная бритва что касается качества самого исполнения как сейчас делает но ручка хорошая как я уже говорил мне понравилось но чуть-чуть бы ее поменьше сделать по ширине по толщине плашечек все-таки под клинок такого размера так и просится что поменьше но по балансу она в принципе нормально в руке должна лежать удобно не перевешивать попробуйте потом расскажите как она будет а да и готов готов ремешок сейчас мы это уберем ремень номер три как просили без ручки нижние с верхним подвесом тоже поедет вместе с бритвой все все